Друзья, приветствую всех! Пока украинские танкисты осваивают леопарды и абрамсы, Россия выписывает из Вьетнама легендарные Т-34. Легендарные они тем, что на них деды воевали. Во Второй мировой. И в России отлично понимают эту разницу. А также то, что с новым наступательным вооружением ВСУ получит дополнительное преимущество на фронте. Это означает, что у Кремля остается два варианта. Первый – это быстрое наступление до прибытия новой западной техники. И этот сценарий мы детально разбирали в предыдущих выпусках. Теперь же поговорим про вариант номер два. Это затягивание войны, истощение Украины и расчет на то, что Запад устанет поддерживать Киев. Может быть, Россия делает ставку именно на такую стратегию? Об этом расскажу прямо сейчас. Это система, ваши лайки и комментарии. И версии, как всегда, приветствуются. Поехали! Зачем же Кремлю затяжная война? Причины могут крыться не только в фантазиях Путина на тему оккупации Украины. В России все еще сохраняется политическая жизнь. То есть борьба за власть ведется, даже если этого не видно. Вы не поверите, но в следующем году у Путина снова выборы. Даже в России царю придется поднапрячься, чтобы пройти этот этап без каких-либо сложностей. Активная стадия войны в таком случае очень опасна, ведь есть высокий риск провала, особенно на фоне увеличения подставок западного оружия Украине. Совсем другое дело – это вялотекущие боевые действия. Это дает возможность не только истощать Украину, но и еще больше закручивать гайки внутри самой России. Так считает российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Я так понимаю, у него план закрепиться в ряде городов, а дальше попытаться, так сказать, затянуть войну, потому что, с одной стороны, она всех же изматывает, да? С другой стороны, когда идет война, очень легко подавлять любые протесты внутри страны, расправляться с оппонентами, вводить цензуру. То есть это такой еще и удобный способ управления государством. Подтверждает это и риторика Путина. Он уже начал окучивать сограждан, сравнивая войну в Украине со Второй мировой. Или, как ее называют, Великой Отечественной. Все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколение победителей, стойкость защитников Сталинграда для российского воинства, для всех нас важнейший морально-нравственный ориентир. И наши солдаты и офицеры верны ему. Это недвусмысленный сигнал русским, что в ближайшие годы их ждут только смерти и потери, считает в Американском институте изучения войны. Слова Путина. Это, скорее всего, часть большей относительно новой информационной кампании. Она направлена на то, чтобы завернуть войну в Украине в обертку российского национального мифа про Великую Отечественную. И таким образом получить поддержку, продолжению мобилизации и ведению длительной войны. Широко известно, что победа СССР во Второй мировой – это основа российской официальной пропаганды. Годами победы над фашизмом зомбируют не только взрослых, но и детей. И шизофренический лозунг «можем повторить» вдалбливают российским школьникам в рамках так называемого патриотического воспитания. Методы, которыми это делают, ужасают и смешат одновременно. Один из последних примеров – реконструкция Курской битвы в одном из спортзалов Самарской области. На четыре фанерных танка потратили около двух миллионов рублей. Это 30 тысяч долларов. Масло в огонь подливает и прокремлевские медиа. Например, недавняя новость от Russia Today просто ставит в тупик. Там цитируют слова пресс-секретаря Путина Пескова, что главная цель России – это проведение специальной военной операции. Неожиданно, правда? Ну а в чем тогда цель специальной военной операции? Впрочем, это уже не нужны детали. Вот такая бессмысленная и беспощадная война. Продолжается в России массовая мобилизация. По оценкам украинской разведки, в Кремле хотят увеличить общую численность войск до двух миллионов человек. Новая волна ожидается, но все ее еще не объявили. Возможно, потому что информационный фон совершенно неподходящий. Поставки в Украину современных боевых танков. Понятно, что не все мобики согласны подтанке. Так что пока в России ищут другие способы для мобилизации. Например, решили обязать военкоматы, как говорится, выявлять добровольцев, готовых воевать в Украине. Проект приказами на оборону уже готов. Ранее служившим гражданам будут предлагать контракт и даже возможность его расторгнуть. Правда, только после возмещения государству всех расходов на свою подготовку и экипировку. Таким образом, Путин пытается избежать лишнего шума вокруг продолжающейся мобилизации и так считают в британской разведке. Российское руководство, вероятно, ищет способы обеспечить мобилизацию и при этом минимизировать недовольство в обществе. Однако вероятность объявления второй волны остается. Также важно учитывать мобилизационный ресурс России. По оценкам украинского командования, это 29 миллионов человек. Какой ресурс у нас, официально не говорят. Известно, что на момент аннексии Крыма было около 9 миллионов. Но последующие события, конечно же, внесли значительные коррективы. Однако, сколько бы Россия не мобилизовала людей с их обучением и оснащением, у нее все еще серьезные проблемы. Кремль, конечно, пытается их решить. По данным украинской разведки, в последние месяцы Россия активно переводит экономику на военные рельсы. Это делается для того, чтобы самостоятельно снабжать свою армию всем необходимым и в первую очередь оружием. Все это говорит о том, что Путин фактически признал о провале так называемой СВО как краткосрочной операции и переходит в режим жизни, в режимы войны. Это именно такой образ, когда все российское общество будет в его планах на долгое время примет для себя такую реальность, как война – это норма. Однако, организация производства собственных вооружений – процесс непростой сам по себе. Но в случае с Россией он еще и усложнен санкциями. В одном из предыдущих выпусков мы детально разбирали, что современные российские танки, вертолеты и самолеты значительно начинены западными деталями – чипами, тепловизорами, камерами, системами наведения и многим другим. Поэтому, как бы Путину не хотелось, но высокотехнологического оружия России не состряпать. И никакие союзники, хоть то Беларусь или Иран с Африкой тут не помогут. Однако простые вооружения – автоматы, гранаты, снаряды, патроны, пушки – российский ВПК может клепать в огромном количестве. И долго утюжить всем этим Украину. Тем временем Киев все еще в основном полагается на снаряды из-за рубежа. И в случае каких-то перебоев ситуация действительно станет опасной. России также сгодятся и советские ракеты, которых у нее предостаточно. Часть из них от старости даже не запускается. Но Москву это не останавливает. По словам российской журналистки Юлии Латыниной, эти ракеты специально запускают над Каспийским морем. Если упадут в воду, то и бог с ними. Но вот беда – морская живность не выносит токсичного топлива. Например, в Каспии массово гибнут тюлени. Также часть вооружений могут предоставить союзники России из собственных запасов. Таких партнеров у России, конечно же, немного. Северная Корея да Иран. Но не стоит думать, что больше на сторону России никто не переметнется. Так на днях предоставлять Украине оружие и боеприпасы отказалась Бразилия, Аргентина, Мексика и Колумбия. Они, мол, конечно, за мир во всем мире. Откровенно говоря, переговорщика могли бы найти и получше. Уговаривать латиноамериканских лидеров отправился лично немецкий канцлер Олаф Шольц. Но этот отказ сам по себе тревожный звонок. Кроме того, как известно, оружейный бизнес – это один из самых прибыльных бизнесов в мире. И спрос всегда рождает предложения. А также и схемы, как продать в обход любых санкций. Например, через посредников. Поэтому, кто и когда начнет снабжать Россию вооружениями, возможно только вопрос времени. Не утешает и последнее заявление из Китая, который до сих пор не удосужился хотя бы осудить вторжение России. Наоборот, в Пекине осудили Запад за военную помощь Украине. В НАТО тем временем сообщили, что встревожены растущим сотрудничеством России и Китая. Если Путин победит в Украине, это будет означать, что авторитарные режимы могут грубой силой достигать своих целей. Это опасно. Пекин извлекает свои уроки из этой войны. И то, что происходит в Европе сегодня, может повториться в Азии завтра. Понять планы Путина на ближайшее будущее также может помочь и история России. По мнению американского геополитического обозревателя Питера Зейхана, в нынешней войне для Кремля нет ничего уникального. Первый год любой войны для России – это всегда полный провал. Россия всегда закидывает врага трупами. И в половине случаев это срабатывало. В истории России еще не было такой войны, когда бы она отступила, не потеряв сперва полмиллиона человек. Сейчас она потеряла около ста тысяч. Так что все только начинается. Хорошо, допустим. Но как же в таком случае могут развиваться события на фронте? Предлагаю знакомиться с материалом про кремлевского издания «Репортер», специализирующегося на военной тематике. Там предлагают довольно конкретный сценарий, на выполнение которого отводят полтора-два года. В основе этого плана прекратить брать штурмом украинские города, а просто разрушать их до основания. Хотя пока, честно, не похоже, что российские генералы умеют как-то по-другому. Стоит посмотреть на Мариуполь, Бахмут, Солидар и другие украинские города. Так вот, первый этап этого сценария – взятие левобережья. Российская армия может попробовать отрезать стоящие там части ВСУ от поставок западного оружия. Сделать это предлагается высокоточными ударами по колоннам военной помощи, а также перерезав железнодорожное сообщение с правобережной Украины. Например, взяв несколько важных железнодорожных узлов в окрестностях Днепра и Запорожья. Дальше выдавление украинской армии со всего левого берега. Потом российская армия предлагает форсировать Днепр в районе Херсона и вытеснять ВСУ дальше под угрозой окружения. Это позволит без штурма взять Кривой Рог Николаев и Одессу. Ну и в конце концов, по мнению русских интернет-стратегов, настанет время для широкомасштабного наступления на Львов с территории Белоруссии. Киев при этом предлагается блокировать и ждать его капитуляции. Они уверены, что если российская армия не осуществит предложенное, Украина станет скоро, цитирую, «Израилем на Днепре и вечным кошмаром для России». От себя добавлю, что идея отрезать Украину от поставок оружия не нова. И российские генералы, вероятно, додумались до этого и сами. Но пока, несмотря на все угрозы, такого не смогли провернуть ни разу. Их разведка вообще глобально плохо работает. Они не видят, они не понимают. Они не могли год ни разу не нанести удары по всем этим поставкам, которые в Украину идут, западной помощи. Это они грозились. Они говорили, мы будем уничтожать все эти системы, артиллерию, все, что западные союзники Украины передают. Ну и где, и как. Почему? Потому что они просто не видят. Они не видят ни эти эшелоны, они не видят эти поставки. Немало экспертов также сходятся в том, что затяжная война неизбежна даже в случае каких-то серьезных изменений на фронте в ближайшие месяцы. Логика Кремля тут понятна. Им это выгодно. Расчет на то, что у России несравнимо больше ресурсов, чем у Украины. На какое-то время им точно хватит оружия, солдаты, денег. Тогда как Украина, истощенная, обескровленная, каждый день теряет своих лучших людей. Кроме того, запад того и гляди, может окончательно устать от войны и перестать поддерживать Киев в необходимом объеме. Все риски нужно учитывать. А главное перестать тешить себя надеждами на скорое окончание войны. Скоро год. А кто-то публично обещал, что это закончится за три недели, потом за два-три месяца. Готовиться нужно к длительной войне. Пусть лучше она закончится внезапно. Даже не знаю, по какой причине. Напишите свои варианты и версии развития событий. Друзья, спасибо, что смотрите. Делитесь аналитикой, приглашайте на канал своих друзей. Для меня лично фактор роста – это один из показателей качества нашей работы. Держим строй. Счастливо.